Вопрос на тему отношений мужчины и женщины. Часто я замечаю, что при общении с противоположным полом в мою сторону от мужчин начинают идти ложные иллюзии и надежды. Тогда как я не даю для этого повода? В связи с тем, что мужчины не получают от меня ответных чувств, он начинает выдвигать претензии в мой адрес. С человеком становится тяжело, грустно, плохо. Я думала, может быть, это я виноват, а может я неправильно веду себя. Но проведя анализ, поняла, что нет моей вины в этом. Нет. Я просто общаюсь с человеком радостно, тепло и искренне, от души. Тогда как он начинает воспринимать такое общение как нечто большее, чем просто дружба. Мне становится плохо и грустно от такого взаимодействия. Я не знаю, что делать. Остается только в общении общаться. Ну да. Можно сказать, что к женщинам это часто. Особенно если немножко симпатичное внимание, конечно, есть. Причем внимание бывает достаточно позитивное. То есть человеку нравится женщина. В этом ничего плохого нет. Но если у него выше поясницы этот интересный появляется, вот тогда он, скажем, сам грешит. Потому что вот это влечение, не обеспеченное любовью высшей, есть прелюбодеяние, безлюбведеяние. И это сплошь и рядом. Это превратили в некую систему развлечений. Лишний раз, а почему бы и нет? В этом и есть тоже грех. Это похоть называется. Вот если есть любовь, похоть и нет. Если любви нет, тогда так. Поэтому, когда я тоже разбирался в этом вопросе, мне стало очень грустно. Почему? Иисус сказал, что по причине беззакония вас охладеет любовь. Мы любить-то толком не умеем, поскольку наши души-то не присутствуют здесь. Вот. И мне говорят, а как же жить у нас? Мы хотим семью создать. И вообще, у кого она уже есть. Я говорю, ничего не сделаешь. Мы пока так и будем жить. Потому что мы в семьях не очень дружны. Муж в чем-то упрекает жену, жена в чем-то упрекает мужа. Даже в самых хороших отношениях вот эти трения часто бывают. Вот. Что же делать? Приходится терпеть, и никуда не денешься. Мы живем пока в сторону какую-либо исправления. Тогда постепенно, постепенно начинают улучшаться отношения между мужчиной и женщиной. Либо основная масса не желает этого, она уходит в худшую сторону, где все больше и больше страхов, и ревности все больше, и зависти, и так далее. Ну так это же опять выбор. Человек может повлиять только на себя. Я могу только на себя повлиять. Ни на одного человека больше не могу повлиять. Я могу только рассказать, но двинуть его в эту сторону, может только он сам. Отсюда и вот эта печальная история, что идут сюда немногие. А как быть этому человеку, рекомендации? Ну что, надо крепнуть, надо приобретать вот эти силы высшие. И тогда ваши экраны, вашего биополя не пустят похоть. Потому что был опыт, когда в 95-м, каком-то году, в 94-м, я жил тогда в гостинице Минск какое-то время, и женщина, моя знакомая, решила пройтись по Тверской. Я говорю, не ходи сейчас вечером по Тверской. А что будет? Да тут рядом магазин там. Я говорю, не ходи, вот мне совет. Нет, она пошла. Пошла, и приходит через 15-20 минут в слезах. Меня там схватили, ущипнули за неприличное место, потому что я отказала сесть в машину с каким-то там этим, я же говорил. И самое главное, что ей плохо, мне в спину вступило что-то, и все. Я вижу, что самцу отказали. И пошла торпеда в биополе, вот этой уязвленной самолюбии, как же это мне отказали. И вот это пошло все. Да, я поработал, это ушло буквально несколько минут, и у меня тогда были неплохие способности. И объяснил, в чем дело. Вот. И потом как-то на лекции этот пример рассказал, через несколько лет спустя, и мне одна женщина говорит, что ж так никому не отказывать, что ли? И говорит, я таких рекомендаций не даю, потому что мы должны быть сильными, чтобы не пробивали наше биополе. Если вас пробило это, значит, вы еще в чем-то несостоятельны. Каждый раз противник, когда пробивает нас, переходит на границу, говорит о том, что мы в чем-то еще слабы. Я в своей статье любите врагов своих, как раз об этом и говорил, что любить своих врагов я научился тогда, когда я понял, что, во-первых, они меня загнали. Важный такой элемент я еще раз нарисую. Вот шел по земле некто по паспорту Луценко Юрий Николаевич. Вот. И судьба все хуже, здоровье все хуже, все чернее. И тогда я решил все-таки посмотреть наверх, завопил, Господи, помоги. Ну, не буду все рассказывать, там довольно такая история была. Вот. Но я начал исправляться, что постепенно появилось. Лучшая судьба, лучшее здоровье. Вот. Я тогда спросил, вот, а почему вот те люди, которые я вижу, намного хуже меня, почему они живут вроде бы даже лучше, чем я, хотя они нарушают закон, больше я это вижу. И мне сказали, а ты готова, ничего не получишь. Копай уголек сам. Придет время, когда ты это поймешь. Прошло несколько лет, может, там, пять-шесть лет, и вдруг на меня дошло. Думаю, а кто меня вообще загнал исследовать мои отношения с Богом? Ну, кто? Они. Это нечистоплотные чиновники, которые документы не хотели, дай им вот за это какую-то мзду. Это еще что-то. Это врачи, которые у меня брали деньги и не вылечили. Стратил большие лекарства, покупал, они оказались негодные лекарства, не способные меня вылечить, а прописывали к этим врачам. В конце концов, находил врачей хороших, которые мне помогли. То есть, это о чем говорит, что люди разные. Есть врачи хорошие, есть не очень. И везде так. Есть и чиновник, который тебе может помочь, а есть, который нет. То есть, мы все разные. Вот поэтому я понял, вот именно плохие, вот они плохие, они меня и загнали вот это исследовать, потому что они такую мне жизнь устроили. Ну, что ж, пойду искать, потому что я вижу, выхода нет. И нашел выход только вот сюда. И получилось. Следовательно, я говорю, польза, польза номер один. Это они загонщики, они нас загоняют туда, куда надо. То есть, они в данном случае тоже Богу служат, как ни странно, для нас. второе, когда я получал от таких же плохих людей нехорошие эпизоды в своей жизни, обидно было, меня там обманывали, меня там как-то обижали, все, а я прощал, и тогда списываются грехи. Следовательно, что происходило? В процессе искупления хороший человек мне плохого не сделает, а плохие нужны, оказывается, в процессе очень даже нужны. Вот польза номер два. Еще одна польза. Третья, когда я прошел там несколько лет, уже все нормально, я уже почти здоровый, осталась чуть-чуть такая вера хорошая, и надежда, что все еще лучше будет. И я решил это почивать на лаврах. Думаю, ну все, я уже все добился. И тут меня опять начали они долбить по судьбе. Я говорю, за что? А мне говорят, а ты что, святой что ли? Я говорю, да нет, до этого очень-очень далеко. Ну так не останавливайся, иди, продолжай исправляться. Следовательно, польза номер три. Вот. И когда уже довольно дистанция большая прошло, и меня продолжает иногда клевать вот эти обстоятельства, а я как в этот пинг-понг обороняюсь своими ракетками и так далее, что происходит? Они мне не дают спать. Какой бы ты ни был сильный, все равно тебя проверяет тьма. Вот эти бесы проверяют на прочность. Это как тренинг. Наши мускулы отчего сильные. Если ты делаешь гимнастику, там движешься хорошо, умеешь побегать, поиграть там в футбол с мальчишками и все, это тело. А для духа тренинг они дают. Вот тебе четвертое. Вот поэтому говорю, почему же их не любить-то? Все они, эти бесы, они тоже Господу служат своеобразно, вот именно таким способом. И многие другие фразы, как это «любить врагов своих», сказал Иисус, или «благословляйте врагов своих». Так вот, они нам помогают найти дорогу и к Богу, и помогают не спать на ходу. То есть они битва с нашей ленью через врагов идет. Вот. И получается, что на нас изливается поток благородства, красоты и любви от Господа Бога. И вот человек не может выйти, войти сюда. Почему? Ну, я рисую его всегда, как зонтик защиты. Человек может войти сюда, если он не ошибается. А я, допустим, имел тоже и страхи, и ревность там, и тщеславие, и обиды какие-то, раздражение там, вот все это было. Но это, скажем, этот набор практически есть у всех. А вот дальше начинаются организаторы там всевозможных, мафий, это крупномасштабные преступники. преступники, вот. И она, это масса, это библейские козлища, так называемые. А это библейские овцы. И вот эти козлища у нас бодают, бодают. А помните, было сказано, когда закончится разделение на овец и козлищ, тогда суд и вступит в это, в апогей будет. И вот я такой же овца стоял и смотрел на них, да что же вы делаете, да что же вы такие сякие, ну почему вы так, мне жизнь такую. И в конечном итоге, в какой-то момент я понял, а давай-ка сюда развернемся. И вот убирая вот эти помехи все, свои грехи, я постепенно стал двигаться вот в эту сторону. И постепенно стал входить под закон. Это же законы. Законы красоты. Не нарушай красоты. И не мешай никому жить. И постепенно, что закон берет тебя под защиту, а он сильнее. Все эти мы вместе взяты. Как скажем, бесконечно сильнее. И я это понял и почувствовал, что меня защищают. Там, где были неприятности, они легко преодолеваются. И они мне нужны для того, чтобы продолжать шествие, искупление и прочее, прочее. Вся эта система великолепно действует. И единственное, что, почему Иисус назвал вера главная? Если вы не верите, вся эта система, как карточный домик, рушится, и вы ничего никогда не получите. Потому что все начинается с веры. А когда вы пройдете вот этой такой дорогой, и вы приходите через опыт многолетний, к чему? К убежденности. Я говорю, я не верю, что Бог есть, я знаю, что Он есть. Поскольку я испытал действия законов на себе, как уже, так же, как и на многих других людях. И зная, что есть законы, и надо вставать под закон. Это высшая юриспруденция. Мы живем на территории Господа Бога, и нарушителей всегда ждет наказание. Всегда. Поэтому, если вы вместо зла будете творить добро, оно тоже сторится и будет приходить к вам, и постепенно, постепенно жизнь налаживается. Хотите вы, живите так. Не хотите, не живите так. Это воля каждого человека. Таком.